МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, мои дорогие! С вами Александр Инковский и Радио Крым Реали. Напоминаю, что каждое утро в 8.35 и каждый вечер в 18.30 вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Делать вы это можете на территории всего полуострова Крым. Ну а на севере полуострова можете слушать нас на частоте 100,7 FM. Включайте ваши приемники и слушайте нас ежедневно. Если предпочитаете смотреть, что у нас тут происходит в студии, а также задавать свои вопросы непосредственно во время трансляции, заходите на канал Крым Реали в YouTube или же, значит, находите нас в социальных сетях. У нас есть страница Крым Реали, например, в Фейсбуке. Заходите. Вот прямо сейчас там идет трансляция нашей программы. Тоже можете оставлять свои комментарии и задавать вопросы. Ну и звоните, конечно же, нам по телефону. Звоните, задавайте вопросы. 8 800 10 06 926. Задавайте вопросы, высказывайте свои мнения и пожелания. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Ну и сейчас проанонсирую то, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты. Тема дня В Черном-Черном море у берегов Крыма уменьшается количество мидии. Об этом пишут в социальных сетях и крымских средствах массовой информации. Весной этого года, например, в Севастопольской бухте впервые за последние несколько лет ученые не обнаружили оседание личинок мидии на субстратах. Биологи отмечают, что это естественный процесс деградации популяции мидии в Черном море, однако с выводами не спешат. Что означает уменьшение количества мидии в Севастопольской бухте? Есть ли повод для беспокойства? Ну и вообще, как развивается, если можно так сказать, бизнес по выращиванию мидии устрец на полуостре, если развивается? Вот это все мы и обсудим в ближайшие 25 минут. Ну а пока послушаем, кто же сейчас в Крыму вообще занимается проблемами обитателей Черного моря. Слушаем. Крым в центре внимания Ученые заявили, фактическая ликвидация этих двух центров уничтожит морскую науку в Крыму. Севастопольцы также расценили принудительный переход в Сочинский НИИ как умышленное унижение и записали видеообращение президенту России Владимиру Путину. Наш институт хотят сделать подразделение малоизвестного института, направление работы которого полностью расходится с тематикой исследований наших институтов. Сотрудников активно агитируют писать заявление на новое место работы, при этом до сих пор не предоставив никакой документации, регламентирующей переход в третью организацию. Протесты привели к тому, что подконтрольное Кремлю власти Севастополя заново учредили оба института, но никто не стал принимать их на баланс. Финансирование из так называемого бюджета переходного периода прекратилось с начала 2015 года. Только за два месяца долги по зарплате выросли до 30 миллионов рублей. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются молодые ученые Морского гидрофизического института города Севастополь. Уже четвертый месяц сотрудники института не получают зарплату. Несмотря на ваше поручение ПР-702, отдельные должностные лица пытаются передать часть нашего научно-производственного комплекса третьим лицам. По распоряжению российского премьер-министра Дмитрия Медведева украинские институты отдали в собственность Федерального агентства научных организаций России. По словам севастопольских ученых, в составе ФОНО их исследования неизбежно пострадают. Из-за аннексии мировые научные центры отказываются от сотрудничества с крымчанами. На сегодня проблемами Черного и Азовского морей занимается Институт морской биологии в Одессе. Он создан в 2015 году на базе филиала Севастопольского института Южных морей. Однако украинские ученые не имеют доступа к исследованиям Черного моря у берегов аннексированного Крыма. Крым в центре внимания Еще одна проблема, да, потому что и заниматься-то, собственно говоря, этим нечем. Но, значит, есть в Украине Институт биологии Южных морей. И сейчас мы будем говорить с доктором биологических наук, сотрудником этого института Инна Шурова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем проблему исчезновения МИДИ, в частности, в Севастопольской бухте. Вот, например, сотрудники Института природотехнических систем говорят, что, значит, это явление не связано с загрязнением воды в акватории. У них такое предположение, ведь МИДИ устойчивы к загрязнению воды. Ничего аномального, значит, в этом плане не происходило. Но, тем не менее, впервые за несколько, за последние несколько лет ученые не обнаружили оседание личинок МИДИ на субстратах. А как вы думаете, может ли такое явление быть предвестником каких-то больших проблем или нет? Все дело в том, что в основном это, так сказать, отрицательно повлияли температуры высокие, которые сейчас отмечаются. Все дело в том, что МИДИ при 20 градусах температуры уже перестают фильтровать воду и, в общем, погибают. То есть температура морской воды выше 20 градусов, она губительна для МИДИ? Губительна для МИДИ, да. А скажите, пожалуйста, Нина Митрофановна, вот если, значит, что происходит в Черном море, если начинает уменьшаться популяция МИДИ? Вот вообще на что они влияют в экосистеме Черного моря? Ну, влияют, во-первых, как фильтровальщики, которые, в общем, очищают воды. Во-вторых, ну, это как и запасы МИДИ, которые, в общем-то, используются в питании как пищевой ресурс. Поэтому МИДИ – это важный объект. А молоть – это кормовая база рыб, поэтому это тоже, в общем, важный. А вот смотрите, есть такое мнение еще о том, значит, что, фильтруя воду, моллюск освобождает ее от взвеси. И образно их называют легкими моря, вот МИДИ. Одна МИДИ длиной 30 миллиметров, всего лишь 3 сантиметра, за один час пропускает через себя полтора литра воды. И тем самым повышает ее прозрачность. Это позволяет солнечным лучам проникать на большие глубины и способствует развитию микро- и макроводорослей, производящих кислород. Вот согласны вы с таким утверждением? Да, согласна, согласна с этим. Но все дело в том, что сейчас я считаю, что важным негативным аргументом является эта высокая температура. То есть не... Болянус, который более терпим к этому. А что это такое? Это тоже черноморский, не знаю, биологический вид или нет? Черноморский вид, только не медийный. А что это из себя представляет он? Ну, это... Это тоже моллюск? Во-первых, моллюск, но он более теплолюбивый. И поэтому он тут же занимает эти площади. И, в общем, становится, так сказать, основным объектом во время вот таких температурных, высоких температур, когда мидия не выдерживает. Скажите, а он может потом использоваться в качестве продукта питания, как мидия или нет? Нет, он не может так использоваться, как мидия. Все дело в том, что... Ну, экспериментальные работы вот показали мои, что когда температура воды достигает 20 градусов, то фильтрационная способность мидий прекращается, даже 20 градусов Цельсия прекращается. И после этого мидия, если находится вот в системе в такой же и продолжает так же 20 градусов, то моллюски погибают. Так что вот вам и... Это ваш ответ, да? А еще, скажите, вот был такой, ну, враг, который у мидий, у черноморских, эти рапаны. Например, в 2005 году произошло оседание личинок рапаны у Кавказского берега. В мае любая твердая поверхность под водой была покрыта крошечными, покрытыми острыми шипиками молодыми рапанами. До пяти штук на сантиметр квадратной поверхности. К концу лета молодые рапаны съели почти всех двустворчатых моллюсков у берега. Рапаны, осевшие прямо на канаты, коллекторы у Трижской медийно-устричной фермы Поданапа уничтожили половину урожая. Вот насколько рапаны, которые теперь в Черном море, насколько они представляют опасность для мидий? Ну, они представляют опасность для мидий в какой-то степени. Но всегда идет, так сказать, поскольку они питаются мидиями, то в результате этого, если они съедают мидий, то им пищи меньше становится и их поселение тоже уменьшается. Притом рапана чаще всего, она только вдоль берега формируется. Так что сейчас я считаю, что тут не рапана, а в основном это температурные условия. Вот у нас в экспериментах, в смысле, было уже такое, когда вообще в мидии все погибли, потому что температура воды была 30 градусов. Ну, а сейчас тоже, наверное, такая же. По крайней мере, и в Крыму. Понятно. Спасибо. Нина Шурова, доктор биологических наук, сотрудник Института биологии Южных морей имени Ковалевского, Национальной академии наук Украины, была на телефонной связи с нашей студией. Перед программой мы связались с крымским ученым, заведующим отделом морской санитарной гидробиологии Института морских биологических исследований Ковалевского, который после аннексии присоединили к Российской академии наук. И, значит, зовут Сергей Алемов. И в комментарии нашему радио он сказал, что причин для беспокойства на данный момент нет. Ситуация с загрязнением Севастопольской бухты под контролем. Давайте послушаем. Мнение. Пик загрязненности приходился на середину конца 50-х, потом среднее снижение, и, в принципе, последние 15-20 лет она очень стабильна, и распределение особо не меняет. Те участки, которые были сильно загрязнены, не остались. Это центральная часть бухты, там, Южная бухта. Вершина и исход бухты, в общем-то, так что, это фитера чистая. А, ну, в Индии, возможно, еще в Севастопольской бухте нет. Ну, скорее всего, да, может быть, и с загрязнением связано, и с другими причинами. Ну, сейчас есть проблема, вот, уменьшение количества скал в Альмидии в целом по южному берегу Крыма. Но они вымещаются более мелкими фильтраторами, похожими на них, криптелясорами. В Бухте давно людей нет надмена, они хорошо растут на причальных стенках, на искусственных объектах, на сетях, там, обрастают всякие канаты, там, и так далее. Случаются, там, какие-то заварения из разных ситуаций. Там, на Южном берегу были, там, в районе Ялты, в районе Судака в прошлом году. Типа, какие-то аварии, или, знаете, такие-то недобросовестных судовладельцев там происходят. А в целом, так сказать, вот, по-другому, стабильные. Мнение. Вы слушаете радио Крымреалии. Напомню, что сегодня мы обсуждаем вот тему, куда исчезают моллюски, а в частности, мидии из Черного моря. И далее будем говорить с владельцем устричной фермы в поселке Коцевелия, Сергеем Куликом. Сергей, здравствуйте. Добрый день, доброе утро. Сергей, ну, вот, давайте так, просто поговорим сейчас и про устрицы, но самое главное, меня интересует какой вопрос. Вот почему Крым со всех сторон практически окружен морем, а морепродукты крымчане практически не едят? Вот почему так получилось? Как вы думаете? Вы знаете, я думаю, это наследие советского и постсоветского периода, тогда, когда должным уровнем не поддерживалась государством именно аквакультура. Ну, о чем мы можем говорить, если только в 2013 году в России был подписан закон об аквакультуре? То есть, если до 2013 года Россия поставляла в Европу 12 миллионов устрит ежегодно, через 100 лет, только через 100 лет подписали закон об аквакультуре. То есть, не было законодательной базы и, естественно, поддержки государства. Вот результат. Если учесть, допустим, там Франция, Италия, Франция, Италия, Испания, там это всегда датировалось государством, поэтому это имело и медразвитие, и индустрия есть специально для аквакультуры, и оборудование, и лодки, и снасти, и все остальное. Сергей, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы обсуждаем сообщения, которые появляются из самых разных источников, о том, что уменьшается количество мидий, в частности, вот в Севастопольской бухте, но вообще в Черном море. Ученые связывают это с тем, что повышается температура воды в Черном море, и высшей температуры 20 градусов, как вот сказали, как сказал нам эксперт, мидия прекращает фильтровать воду. А вы как наблюдаете вот по тем моллюскам, которых вы выращиваете? Или там совсем другая ситуация, им такая температура не страшна? Ну, наверное, Коцевели – это уникальное место, вот, не зря, наверное, я здесь установил плантацию в 2005 году, еще при Украине. Это действительно уникальное место, потому что здесь в течение полтора-два метра в секунду, вот, пик-пик Крымского полуострова, и поэтому там идет сменность по течению и по температурным. Если учесть, что моя плантация находится 300 метров от берега и глубины до 15-20 метров, это как раз позволяет им там чувствовать себя более комфортно. Насчет гибели я, наверное, мог бы поспорить. Насчет фильтрации не могу, потому что я не до конца микробиолог, не могу об этом гарантированно говорить. Но после 12 лет работы именно в Коцевели, то есть на южном берегу Крыма, при штормах и вот и при этих течениях, могу сказать, что существенной гибели на коллекторах, на моих, на которых высаживается мидия, мы не замечаем. Кроме того, когда происходит шторм, и мы зимой не можем выйти, и линия перегружается, она уходит под воду и качается дна. Вот тогда тропана заползает на наши коллектора, они по 4 метра глубиной, и начинает обедать нашу мидию. Мидию. Поэтому я бы не сказал бы, что вот так уж большой гибель и температурный режим. В прошлом году было аномальное появление, 26 градусов было 2 месяца. В этом году тоже порядка 24-25, и нет термоклина. Термоклин – это тогда, когда ниже 12 метров резко идет скло. Ну, допустим, идет 26-26, а потом после 12 метров сразу 16-14. Это называется термоклин. Это такая холодная вода, да, внизу? – Да, 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 да. И поэтому мы вчера выходили в море, я ходил по воду, там даже на уровне 18 метров порядка 24 градуса. Это тоже второй год аномальное явление. Но в виде могу сказать так, что до 26-ти я, по крайней мере, не ощущал и не ощущаю явных гибели. А вот под Анапой и в Сочи, там у них до 32-х, да, у них гибель где-то порядка 40%. Это из Курсавеля, Максим мне позвонил, Серега, ну все. В этом году мы безнизили, что случилось? А это она сгорела. Сгорела. Поэтому, наверное, все нам в дне, и они знают, какие там процессы происходят биологически, свыше 20 градусов. Но вот до 24-26 я особых проблем не испытываю за счет того, что идет смена в течении, то с севера, то я имею в виду с востока на запад, то с запада на восток. Сергей, еще скажите, пожалуйста. Значит, на этой неделе появилось сообщение начальника Роспотребнадзора Феодосии Василия Мизина о том, что у морских обитателей в Феодосии обнаружили ротавирус, поэтому временно запретили в этом городе временно покупать морепродукты и глотать морскую воду. Как вот вы можете прокомментировать такое заявление? Вы знаете, это, к сожалению, на протяжении уже, наверное, десятки лет, в августе месяц, за счет повышения температуры, вот, ротавирусная инфекция, она присутствует уже, наверное, на протяжении последних 15 лет. Те дети и взрослые в августе месяц болеют животами. Это уже статистика годами подтверждена. Поэтому все-таки, наверное, это не связано никак с морской продукцией, сколько вот с экологией за счет повышения температуры и сбросов стоков. То есть вопрос заключается в том, что до сих пор в Крыму нету нормальных, точных стоков, я имею в виду систем, которые, отходы жизнедеятельности, человеком, вот, неправильно перерабатывать и выбраться в море. Вот этот фактор очень важный. И я слышал, как раз разговор говорили о том, что вдоль берега исчезла мидия за последние 10-15 лет. Могу сказать так, два основных критерия или фактора, которые на это повлияло. Первое – это двуногие хищники, это человек, который меряет и все сбирает вдоль берега. И второе – это павы, поверхностно-активные вещества, то есть моющие средства, которые попадают, к сожалению, в море. И как раз первые 10 метров, которые идут вдоль побережья, вот они как раз и затрагивают пляжи. И туристы и местные жители, которые купаются, они, к сожалению, попадают. Это им хищник и происходит расстройство. Слыша от 10-12 до 50-100 метров от берега, уже там концентрация незначительная. И когда мне говорят, вот там я стою, там планка напротив очистных сооружений. Я говорю, так очистные сооружения, там вода настолько идет чистая, что даже запаха нет. А так как она идет маленькой струйкой и вдоль берега уходит, так вот как раз там, если остатки есть, там какие-то палочки кишечные и так далее, то как раз это на пляжи попадает. А в море за 300 метров до моей фронтации она не доходит. Я каждый месяц делаю анализы устричной меди и за последние 12 лет ни одного отрицательного результата. Напоминаю, что вы слушаете радио Крымреали. И сегодня мы говорим с Сергеем Куликом, владельцем устричной фермы в поселке Коцевери. А говорим мы о проблеме исчезновения моллюсков в Черном море. Есть она или нет такая проблема? Кстати, Сергей, скажите, вот вы начинали ваш рассказ с того, что когда-то там 100 лет назад на приличные суммы денег экспортировали устрицы за границу, но сейчас происходит обратный, в основном, да, как бы обратный процесс, когда везут те же самые устрицы и за границу там, и Средиземного, и с других морей. А вот скажите, может ли на сегодняшний день в Черном море есть ли такие, ну не знаю, потенциальные возможности для того, чтобы выращивать устрицу в большом количестве? Вы знаете, я могу сказать так, вот самый оптимальный вариант для Крыма, казалось бы, воды много, да, у острова, но мест для именно выращивания устрицы Мидин не столько много, это всего лишь западная часть Крыма. То есть это Каминский залив, там вот после Епатории, уж там можно в этом заливе найти глубины до 15 метров и от берега порядка 1,5-2 километра. Тогда волновая нагрузка на систему, которая, подвесная система, значительно меньше, и там можно действительно выращивать, ну я вам скажу расчет такой, с 50 гектар можно ежегодно снимать Мидию до 300 тонн, 300 тонн в год. Если учесть, что после трех лет моих публикаций по Центральным федеральным каналам видеороликов, тогда пришло порядка около пяти инвесторов из Москвы, и они взяли приблизительно около 2 тысячи гектар на акватории вокруг Крыма. То есть у меня всего лишь 5 тысячи гектар, а взяли 2 тысячи гектар. Поэтому вполне возможно, если у них опыта, денег хватит, если будет поддержка государства, вполне возможно, что через 4-5 лет Крым будет полностью обеспечен, так себя будет обеспечить Мидией и Уфицей. Кстати, вот я сейчас процитирую заявление представителя Института морских биологических исследований Андрея Боровкова, так, нет, не Андрей Боровков, это, значит, старший научный сотрудник Сергей Щуров, о том, что он говорит, и другие, простите, значит, это говорит заведующий научным отделом института Александр Болтачев, что развивать аквакуультуру без опыта и наработок этого самого института в Севастополе просто невозможно. На ваш взгляд, возможно или нет, вот, без этих научных наработок крымских ученых развивать производственные? Я могу сказать однозначно, они правы, да, действительно невозможно. И если опираться на мой опыт, я в 2004 году куда обратился? В 2004 году в Институте Южных морей имени Ковалевского. Почему? Потому что они дали мне изначальные рекомендации, и где, как, при каких условиях дали параметры, которые должны соответствовать для принятия решения, в какой акватории, значит, разводить устрец и мидию. Вы прекрасно понимаете, что устрец и мидия – это фильтр. И если будет акватория загрязнена, если будут там тяжелые металлы, если там будут сбросы нечистот и так далее, они как фильтр все будут через себя пропускать. И там будет накапливать постепенно. И потом вы будете кушать. Я долго не буду с вами говорить, хочу просто напомнить один случай, который произошел позавчера. Я был в Ялте вечером с женой и с ребенком, и мы зашли в Женеву, ресторан на Ялте. И мы там кое-что взяли, к сожалению, качество не очень, потому что некоторые были заморожены, переморожены. Ну, а самое главное, когда мы взяли мидию, я взял первую мидию, только понюхал, даже в рот не взял. Она дает ГСРМ, то есть горючий смазочный материал. То есть это нефть. Я вызвал шеф-повара и говорю, а как это произошло? Как такой у вас очень дорогой ресторан? И как вы позволяете, что подаете... К сожалению, мы не услышим сейчас ответ на этот вопрос. Сергей Кулик, владелец устречной фермы в поселке Коцевели, был в нашей студии. По телефону, естественно. Мы продолжаем нашу программу. Радио Крым Реалия. Продолжение программы. Слушайте после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин